Информационная продукция для детей, достигших 12 лет. Здравствуйте. Хорошо, спасибо. Вот приехали к вам в гости. Все, просим. Проходите. Все, все покажем. Очень классная атмосфера у вас в магазине. Спасибо, благодарю. Я хотела бы узнать, так как наша передача рассказывает о предпринимателях, я хотела бы узнать, чем занимаетесь вы как предприниматель? В городе Тарас мы занимаемся оптово-розыщной торговлей входных межкомнатных дверей, и также напольным покрытием ламинат всем известный. Ну, далее я вам все расскажу детально, посмотрим. Пройдемте. Хорошо, давайте пройдем. Это у вас получается шоу-рум, да? Да, это один из наших шоу-румов. У нас в магазине в общей сложности получается раз, два, три, четыре зала. Небольшой зал под ламинат, и вот основные два зала это у нас под мешком двери. Сейчас мы стоим вот именно там, где вот самые наши топовые модели, то есть, если так, остановиться конкретно. Вот, это наша одна из топов модели, наши красавицы как бы. Вот, и остальные тоже также являются в наших хороших продажах. Ну, тоже расскажу вам. Отлично. Из какого материала сделана дверь? Эта дверь сделана из чистого массива сосны, производства Беларуси. У нас заказчик, вернее поставщик нас именно в Беларуси находится, город Полтава. Угу. Размет, по-моему, высоты нестандартный, да? Это нестандартный. Вот эту дверь обычно берут частные дома или же какие-то… Ну, у нас как привыкли же, касседжи новые строятся, поэтому у всех потолки высокие, два, ой, четыре двадцать, четыре метра, вот три метра, три с половиной, вот и вот это. Данная модель высотой два тридцать вообще. Но есть и двухметровый, два двадцать. Можем увеличить до два метра сорока сантиметров максимально, то есть, по желанию клиента. Ага. То есть, сам завод, поставщик, он рассматривает такие варианты тоже? Да, да, да. То есть, мы работаем как и по наличию, так и работаем на заказ. Ну, естественно, занимает неопределенное время, ну, порядка месяца, полтора. Мы клиенту, в принципе, привозим ту модель в нестандартном позиции, то есть, по высоте. Все вообще… А по срокам? Вот, допустим, я заказчик заказал у вас двери. Не одну, а, допустим, на весь дом. 10 дверей. Сколько по времени я буду ждать? Ну, я же говорю, сейчас вот тоже спускал. Где-то в районе 35-45 дней у нас сейчас идет, в принципе, доставка быстро, логистика тоже на месте не стоит. Единственное, бывает нюансы, именно, ну, в зимний период, когда дороги заснеженные, там, где-то перекрывают трассы. Увеличивается. То есть, когда проезд-то идет со стороны России в Беларуси, как бы. Да, и север Казахстана у нас тоже бывает не сахар, как бы, заторы. Я думаю, что человек, который делает ремонт, он же заблевременно, да, планирует, да, и, соответственно, есть время. Мы изначально его конструктируем на то, что, допустим, вы пришли, быстрее, не теряйте время. Ага. Если вы хотите нестандарт, быстрее, пожалуйста. Сейчас вот осень, лето, давайте на пилет забежим, говорю, и заказ делаем. Все хорошо, как бы. Люди, кто хочет хорошую позицию взять себе домой, они ждут. Угу. Ну, у них и ремонт, соответственно, идет по плану. То есть двери, вообще, практически, если по строительству дома, он заканчивается в последний момент монтаж, то есть после напольного покрытия. Угу. Поэтому, я думаю, всегда мы успеваем, по времени у нас, как бы, таких не было. Сороки всегда, как бы, сжаты и стараемся на них положиться. Отлично. Еще один вопрос. Почему именно это направление, почему двери? Как вам идея вообще-то пришла? С чего все началось? Был у нас далекий 2000, так, сейчас я себе вспомню, там, 2009 или 2010 год, я работал в найме. Угу. Так получилось, что работал в командировке. Угу. И, в общем, условия труда не устраивали меня. Угу. Оплата была, в принципе, неплохая, но условия труда такие, что я там работаю почти, ну, постоянно, да. Угу. То есть домой приезжаю, через 3 месяца на неделю обратно уезжаю, в год, получается, дома нахожусь, ну, порядка 30 дней, да. То есть... Вахта, да? Вахта, да. Вахта умеет работать, вот. Угу. И решили потом супругой, как бы, что-то для себя новое взять. Угу. Вместе с супругой решили что-то начать, и как пришла идея именно двери? Идея пришла в том, что я работал в строительстве, опять же, да, да. Ну, у нас жизнь, так сказать, завела на рынок. Мы начали с мелочей, это там, ну, шурупы, гайки, не знаю, там, розеточки продавали по мелочам. Угу. Тут мы начали смотреть, ну, как бы, что-то не то, надо что-нибудь покрупнее, может. Ну, дальше, дальше. И, как бы, это все, как у нас говорят, военный план покажет. Угу. В принципе, риск всегда оправдывается. Угу. Угу. Именно то, что я хотел, да. Масштабное, да. У нас вот, даже, опять взять, если рынок, то есть, рядом со мной сидящие, ну, коллеги, да, так сказать, да. Многие смотрю, кто-то выбрал другое направление. То есть, мы вроде начинали одно, как бы, вместе, да, то есть, он эти мелочи продавал, но они ушли чуть-чуть другую. Тут от бытовой химии ушел. Кто-то там, не знаю, ковры стал продавать, да. Да. Кто-то линолеум, да, кто-то конкретно ламинат. А вот я заинтересовался дверями, как бы, вот, понравилось, как бы, в принципе, интересно. И самому предлагать интересный товар. Вообще, надо свою работу любить. И товар, который ты продаешь. У меня к мелочам пропал интерес, а вот к этому нет, наоборот. И стал, как бы, наращивать обороты. Да. А вообще, многие мировые компании, когда начинали, допустим, ставить какую-то масштабную цель, они ставили точку Б, но в итоге в пути, в процессе пути, они пришли вообще к точке С. То есть, они нашли именно то свое, да, то, что выстрелило, именно стало такой прорывной точкой. То же самое вы, наверное. Начали с одного, и в процессе пути поняли, что, оказывается, вот это еще есть, то, что вам откликается в сердце. Следующий вопрос. Кто ваша целевая аудитория? То есть, смотрите, кто ваши клиенты? То есть, какой ценовой диапазон ваших дверей? То есть, от скольки до скольки? Ну, у нас бюджет, в принципе, на любой карман, так сказать, да, если я такими словами говорю. То есть, и пенсионер придет к нам, и мы ему продадим, и студент, я не знаю, если он как-то сам зарабатывает, и люди с средним и выше средним достатком. Тут тоже, опять же, да, человек построил большой коттедж, и он себе может позволить вот такие подобные двери, которые мы до этого озвучили с вами. Вот. Кто-то говорит, нет, у меня что-нибудь такое бюджетное. Кто-то вообще просто работает как в сфере бизнеса. То есть, бизнес у него какой-то строительство домов, продажи последующим. То есть, ему нужен какой-то средний сегмент. Все, у него деньги есть, но он хочет незачем. То есть, на разный сегмент, на разную аудиторию у нас, да. То есть, от бабушки, то есть, вернее, от молодежи, которые, там, не знаю, ремонт делают, к будущей свадьбы, как у нас. Да, да, да. В Азии прыгнет, вот, я скоро свадьба, хочу там ремонтик сделать. И до бабушки пенсион, которая говорит, ну, вот, хочу себя обновить, как бы, на старый свет. Неплохо было там. То есть, смотрите, я сюда зашла. Очень большой шоу-рум, состоящий из нескольких залов. Мы еще не прошли все залы, да. Я думаю, что каждая, да, получается, категория найдет для себя мужа товар. Конечно. Классно. Мне нравится, знаете, что еще очень много света. То есть, смотрите, подсвечивается каждая дверь по отдельности, что увеличивает привлекательность товара, да. Соответственно, вот, когда заходишь в какой-то магазин, если много света, то как будто больше жизни в этом магазине, больше комфорта и хочется находиться в этом пространстве. И, соответственно, мы покупки совершаем на эмоциональном уровне. И, соответственно, если мне хорошо в этом магазине, я буду покупать товар. О, да. Поэтому это очень немаловажно. Да, да, да. Поэтому еще вам сделать комплимент. Спасибо. Очень хорошая атмосфера здесь у вас. Вот, раз мы остановились, смотрите, около этой двери. Она такая очень красивая. Я вижу, что вот сама дверь и плюс еще вот эта прилегающая, как сказать, обналичник, как он называется? Да, это получается, обналичник мы, как обычно, берем. То есть, он идет, как бы, не такой широкий, как обычно здесь. Ага. Это стандартная часть, как бы. Здесь мы чуть-чуть, да, уширили. Это называется фальша обманка. То есть, фальш. Ага. Как бы, если посмотреть зрительно, да, дверь такая широкоформатная, но, фактически, она имеет обычный стандартный размер. Так, сейчас попробую открыть. Смотрите, она еще и идет с, по последнему слову техники. Есть ключевой доступ, съемка видеокамеры, открывание двери с любой точки мира. Ну, еще есть, конечно, на всякий случай, это можно открыть с ключом. То есть, если батарея косила. Ну, здесь заряд хватает от полугода до восьми месяцев. А, если ты заряжаешь один раз? Да, одна зарядка хватает почти. Ну, как минимум, на полгода хватает. А как ты ее заряжаешь? Заряжается, вот, допустим, можно через обычное зарядное устройство Type-C. Есть также с внутренней стороны. То есть, без проблем. Как телефон. Угу. Вынимается батарея, заряжается к телефону и все. Угу. День Мурат, я хотела бы задать вопрос. Сколько вы лет уже на рынке? Так, ну, уже более десяти лет именно в продаже дверях. Более десяти лет. Это уже, так, получается, да, второй магазин, который, то есть, один магазин открывали, там проработали шесть лет. Сейчас вот второй магазин здесь уже осваиваем. Ну, тут же площадь большая. Вот. Уже, да, более десяти лет на рынке. Угу. И вот за эти десять лет какие были яркие годы, где у вас был резкий такой скачок, ну, изменение в вашем бизнесе? Что этому способствовало? Ну, первый, конечно, скачок у нас был, когда мы вот с рынка перешли на сегмент, то есть магазин, да, то есть, когда мы в город вышли с рынка, вот, это был, да, уже какой-то скачок на несколько ступеней. Далее, потом, естественно, уже когда мы вот уже начали работать в процессе, ну, заняло еще порядка где-то трех, ну, трех, пяти, около трех-пяти лет, да, получается. Ну, и последний скачок это был, конечно, вот последние года два, когда мы уже здесь в магазине освоились, тоже мы уже знаем, что нужно нашему потребителю, мы уже сейчас стали не просто, как бы, двери брать, допустим, в дистрибьюторах компании или завода брать, которые нам предлагают все попало, нет, мы уже отбираем, то есть, мы уже смотрим, потому что в каждом регионе я понимаю, так, что свой потребитель, то есть, со своим мышлением, да, то есть, один регион у нас так, другой регион продается. В нашем регионе мы уже поняли, то есть, это исходя из аналитики, да, общей за эти годы. Отлично. Я вот смотрю, что у вас помимо межкомнатных дверей есть вот такие товары, как ламинат, вот здесь какие-то дополнительные, да, это что? Это декоры. Ага, молдинги. Декоры, молдинги, да, для стен. Сейчас уже, как у нас принято же, многие ремонт делают в рамочках все вот. Это вот такие вот рамки, для рамочек такие молдинги, декоры, ну, и плюс еще здесь у нас представлены плинтусы, разные профили, то есть, с величайшим элементом, это серебро, золото. А есть ли такая категория товара, где именно клиент диктовал вам вот этот спрос? То есть, вы этим не планировали заниматься, но именно сам рынок вам продиктовал, что это нужно, и вы начали это завозить? Да, да, конечно. Вообще, это мы, сам лично я, допустим, каждый день как бы это все анализирую, то есть, слушаю каждого клиента, то есть, я все знаю, это как бы не по мне, потому что я все знаю, это не пойдет. Да. Вообще, для любого начинающего бизнесмена я скажу так, что, начиная эти дела, никогда не надо вот это все гордыню свою включать, я все знаю, да я же знаю. Нет, нет, нет. То есть, всегда слушаем клиентов, что они хотят. То есть, записываем, фиксируем, и в дальнейшем мы пытаемся и, ну, делаем так, чтобы у нас этот товар появился. Или в нашем ассортименте в дверях появилась именно та модель, которую клиенты хотят. То есть, где-то с ногу со временем тоже надо идти. Приходят дизайнеры, говорят у нас вот по дизайну так. Для меня, допустим, некоторые позиции выглядят как бы не очень интересно, но дизайнерские проекты как бы диктуют, видите. Не то, что правила кредита, а вот как бы, ну, нужно данную маленькую. У всех свои взгляды, как бы, ремонты делают люди тоже, да. Как по своему бюджету, так и со своим взглядом. И самое главное, что мода всегда меняется. Меняется. То, что было актуально вчера, уже не актуально сегодня. Да, да, да. Вот это я точно поняла. Актуально, что вообще у нас дверей, как вот, ну, на данный момент это год максимум, год-два, все, модель уже все, вылетается с спроса, что-то новое появится. Или на год возвращается старое, то есть то, что было лет, пять-шесть лет назад. Какие-то модели все-таки сейчас вот ворачиваются обратно, я смотрю. Ну, опять это у нас, да, люди как бы смотрят на дизайнерские проекты и так далее. Что касается поставщиков, вот с кем вы работаете, где вы закупаете товар, как вы с ними выстраиваете отношения, как вы их находите? Потому что сейчас рынок – это весь мир, да? Да. Как вы определяете, кто какой и где закупать? Ну, первое, я вот, ну, не бывает, а как бы ежегодно посещаю разные там форумы, выставки. У нас вот в Алма-Ате, допустим, проходит ежегодно, каждый год в сентябре месяце, это выставка строительных материалов, среди которых есть и представление дверных позиций. Ага. Плюс еще, конечно, сейчас у нас, ну, жизнь связана с интернетом, то есть с рекламой валом, можно просто загуглить, посмотреть, где есть какие заводы в России. Они довольно охотно идут на связь, российские наши партнеры, как бы, да, и без проблем. Я им, буквально, вот, сегодня позвонил утром, они уже в течение дня скинули все прайсы, все каталоги, можно ознакомиться. И, как ни странно, можно поторговаться даже вот с многими, да, вот, допустим, они цену отправили, ну, вот, я говорю, нет, давайте вот так вот, хорошо, то есть, идут на уступки, как бы, вообще проблем нету. С поставкой тоже. У нас, в принципе, с Россией поставка максимум неделя. Пусть будет Новосибирск, пусть будет Саратов, Челябинск и так далее, как бы вообще, Москва, как бы, ну, просто. Есть ли за 10 лет такие поставщики, где вы уже давно сотрудничаете, стали друзьями, да, дружеские отношения какие-то выстроили? Да, есть, есть, конечно, есть, да. Постоянный поставщик? Есть. Вообще, вот, наш магазин называется «Верда». Ага. Изначально, как бы, владелец компании, он сам с Армении, и его дочь зовут Верда. И, как бы, это название, логотип появился от его имени дочери. Вот. Угу. 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 этого. То есть они дают какую-то линейку по одной модели. Да, линейку, да. Чуть-чуть невыгодно, потому что нужно больше денег кладать. Поэтому последние годы мы решили так, работаем с более, с депутатами, ну, более. Они, как бы, дают возможность... Пусть это будет дороже. Чуть-чуть дороже, да. Зато у тебя есть выбор. Есть выбор. Обратить определенные модели. Да, да. Так же, естественно, и рынку, естественно, чтобы... Если у нас будет меньше остатков, мы будем... У нас будет наценка не такая высокая. Чем больше остатков, тем выше наценка, чтобы окупить те остатки, которые остаются как постоянно. Я вот это заметил тоже. Ну, в любом бизнесе есть остатки. Ну, я вот сейчас, допустим, стараюсь искоренить вообще остатки. Максимально минимизировать тем, чтобы, допустим, вот, берем через дистрибьюторов, и клиентам, получается, мы даем... Я бы, знаете, не сказал бы, что я беру чуть дороже. Мне кажется, вот этот момент, он у меня все-таки сбалансирован на какой-то вот ноль, ну, на такой плюсик. Наоборот, у меня нет остатков, но я клиентам нормально беру. Если я нежели брал бы, напрямую сейчас завода, хотя мы это тоже делаем, да, но есть некоторые заводы, это некоторые, Горь, вот есть, вот, с пяти заводами работаем, вот, ну, с некоторыми есть такие моменты. Это рабочие процессы, я думаю, это у каждого есть, да, как бы, а так это все, это, ну, это приходит все с годами. Я вот прям сейчас не могу сказать, вот прям, то-то-то, это не хватит там и часу, да, с вами болтать об этом, разговаривать, да? Отлично. Димурат, мы находимся в шоуруме, где у вас продаются наружные, да, входные двери. Входные металлические двери, да, совершенно верно. Я вижу, что здесь очень большой ассортимент, разные двери на разный вкус. Расскажите про это направление. Так, ну, входные двери, это тоже именно та часть, то, что как раз наша, да, то есть мешком эти двери, в комплекте, естественно, входная дверь. В каждую квартиру или в дом, или куда-то еще, или в офис. Вот. Здесь у нас представлены одни из самых таких, ну, так, топовых тоже позиций. Довольно очень красивые, в современном стиле дизайна. Опять, это все, что наши клиенты нам подсказывали до этого. Мы это воплотили в реальность. Да, да. То есть люди нам приходили, вот мы бы хотели вот это, хорошо. То есть мы сейчас сделали как вот, видите, скомбинировали вот что-то деревянное и вот что-то с нео какой-то классики. Вот еще цвета заметили? Они гармоничные вообще. То есть орех из стены граффита. Причем, смотрите, верхняя часть, она как продолжение идет, да? Да, да, да. Мы это тоже опять к клиенту приходили, у нас говорят, у нас размер, что интересно, стандарт, но у нас потолки высокие. Как мы можем это все зрительно обмануть? Пожалуйста, нашли решение, это тоже фальсобманка. Супер. Зато дверь кажется массивной. Да, массивная, да. Вот этот дверь тоже, смотри, дизайн другой. Да. Вот здесь получается. Немного абстракции добавили здесь, плюс еще опять добавили те же элементы фрезеровки. Да. Причем очень приятный на ощупь. Да. Прочный материал, это что, прорезиненный? Это такая прорезиненная поверхность, soft touch называется. Есть, кстати, мешком двери в таком. Многие у нас, допустим, люди говорят, ой, это дверь в пленке и так далее. Нет, зачем? То есть у каждой модели есть свою, то есть сфера эксплуатации. То есть есть диагрессивная среда, мы можем, допустим, клиенту сделать, прямо ее покрасить, не знаю, чем-то, грунтовать или что-то еще, какой-то антикоррозийный, без проблем. То есть на данный момент желание клиента для нас вообще все, мы исполняем. Завод здесь поставщик какой? Здесь у нас идет Новосибирский завод. Новосибирский завод, отлично. Да, оттуда возим эти двери на заказ, да. Сейчас мы вообще возим двери на заказ, как вот межкомнатные, так и входные стали делать нестандартно. То есть можем любую высоту, практически любую высоту, до 3,5 метров высоту, ширину до 3,5 метров. То есть можем, вот такой квадрат, 3,5 метра, 1,5 метра. Человек выбирает примерно дизайн, и дальше мы делаем... Здесь, смотрите, какая-то вообще матовая поверхность. Да, здесь идет, она вся такая официальная, да, вот, заметили? Да. Как будто исцарапанная позиция. Да. Ну, как бы тоже, опять. На любой вкус, да? Темные Леонардо называются. А, вот так. Ну, как бы так, я так думаю. И вот это шпон, да, материал? Да, это такой шпон. Дополнительный сделали. Супер. В современном стиле, да, вот заметили, да, квадратки. Накладочки. Необычные такие, да, круглые? Обычно были круглые, сейчас они савальные. Сейчас прям сделали под мешком двери. Клиент купил двери мешком, у него говорят квадратные ручки. Что сделать? Пожалуйста, нашли решение. Конечно, эти решения пришли с годами. Заводы тяжело соглашались, но со временем мы решили этот вопрос. Вот, кстати, это синий цвет. Да, вот такой темный синий. Отлично. Вообще, я думаю, что сейчас клиенты имеют очень большой выбор. Очень. И каждый может подойти, прийти и выбрать то, что ему нравится. Да, у нас есть, допустим, клиенты как организации. Есть у нас, кстати, двери, которые недавно тоже заказали, поставку закончили. И они у нас постоянно, клиенты, это в магазине, магазины кари и так далее. То есть они берут противопожарные двери, то есть именно технические позиции. Вот это все, что мы смотрим, это сейчас как бы для дома, для себя, да? А есть еще производственные двери. То есть где пожаростойкость важна, где огнеустойкость важна, где и так далее. Ну, в общем, там все. То есть все, что касаемо дверей, мы полностью этим занимаемся. А вот самая такая вот мощная бронестойкая дверь какова? То есть у вас есть наличие? Есть такое, да. Сейчас тоже покажем. Ага. То есть есть такой спрос у людей? И вы как бы что наблюдаете в последнее время? Люди больше стараются себя защитить, ну, как бы дверями? Либо же уже более спокойнее относятся? В основном все хотят, конечно, внешнюю красоту. На втором плане уже защита, как бы. Ну, слава Аллаху, у нас в стране все мирно, тихо, поэтому... Безопасно. Безопасно, как бы, поэтому у нас, как бы, люди не переживают за какую-то прям супер там безопасность. Да, безопасность нужна, конечно. Ну, у нас все двери укомплектованы замками третьей степени защиты. То есть не просто будет рядовому воришке там как-то открытся этот замок. То есть там реально нужен медвежатник уже, по сути. То есть просто так нет. То есть завод заведомо уже изначально ставит замки фирмы компании Гордиан. А Гордиан, это, кстати, в России номер один. Он еще при царе Горохе, как говорится, в начале 20 века в банковскую сферу именно эти замки пришли. Поэтому в наше время уже более 100 лет эти замки уже эксплуатируются в наших дверях. Почти в любой двери есть замок Гордиан. Практически в любой двери. У вас еще, я заметила, при входе есть выбор именно ручек, да? То есть это, наверное, больше на межкомнатные двери, да? Да, на межкомнатные двери, потому что на входные двери уже стандартно уже ручки сами приходят замками. А вот на межкомнатные, да, двери приходится клиентам подбирать. Ну, завод, к сожалению, комплекты не предоставляют. И мы это и как бы неинтересно будет, потому что у всех свои взгляды. То есть привезем комплект, и им говорят, мне не нравится, а что-то другое подобрать тяжело будет. Входные двери им то же самое. Мы не можем поменять? День Мурат, учитывая, что наша программа «Бизнес-гид» рассчитана для тех людей, кто хочет открыть бизнес, кто боится, да, ну вот есть идеи, но не хватает ресурсов. Вот мы приводим таких героев, как вы, которые с нуля начали свой бизнес. И вот хотелось бы задать вопрос, с какой суммы вы начали? То есть первоначально ваш ресурс – это что было? Да, сумма старта – это было, ну, получается, начало, конец нулевых, да, у нас. Ну, вот, конечно, там и курс другой был, и суммы другие. Вообще, начинал, старт у меня был в 150 тысяч тенге. Супер, это вот красно. Это вот как средняя статическая дверь, входная дверь. Если так взять, на данный момент, то есть с одной двери начало это в то время, более 10 лет назад. Конечно, сейчас начать может быть чуть больше крупной суммы. Ну, я думаю, для того, чтобы начать бизнес, нужен не только вот большая сумма. Главное, вам нужен человек, это надо упорство и резвость. А там, я думаю, будет. Может быть, найдутся спонсоры, может, компаньон какой-то появится у него. То есть, если хороший какой-то бизнес-план, я думаю, если уже действующий успешный бизнесмен заинтересуется, и уже это не воплотят от того, что такое, что-то громадное, хорошее. Ну, естественно, при каких-то условиях, да, сотрудничества. А так, да, начали с очень маленькой суммы. Ну, слава Аллах, вот, как бы, на данный момент, достигли неплохих высот. Отлично. Вот если вернуть время вспять, чтобы вы сейчас, вот, с позиции вот этих лет, да, Динамурат сказали своему, вот этому Динамурату в конце 2000-х годов, да? Какой бы совет дали? Совет самый главный – это читать многое, да, вот, пользоваться разными тренингами, да. Кстати, я знаю, что вы всегда проявляете интерес к новым знаниям, да, и постоянно обучаетесь. Почему это понимание пришло, что важно обучаться? Понимание того, что не хватает финансовой грамотности, не хватает именно тех подсказок именно в бизнесе, как вести правильно, как построить бизнес, как нанять сотрудника, как ассортимент пополнять, как работать с клиентами. То есть общение клиентов – это самый главный у нас вопрос, именно такой острый момент, именно в продажах. То есть, как ты будешь взаимодействовать с клиентом? Вот, очень важно. Поэтому заинтересовался в такой психологии, как бы, рад тому, что посещал разные мероприятия, и у них брал хороший плюс, принимал себе, и сейчас постоянно внедряю это и контролирую, чтобы это все улучшалось с каждым разом. Вы мне вот вначале поделились, это вот, что вы недавно буквально съездили на форум, бизнес-форум, и оттуда уже, приехав домой, вы сразу стали что-то делать, менять в своем бизнесе, да? Это, видите, как это новый импульс, новый толчок, новая энергия, да? Да, совершенно верно, да. То, что многие могут ходить, обучаться, но ничего не менять в своей жизни. А вот вы, как раз-таки, тот пример, когда вот вы взяли, получили знания, и приехали, и начали это воплощать. Да, верно. Самое главное, опять, что, бездарно не надо время свое проводить. Раз, если ты приехал, то с какой-то целью. То есть, если что-то делаешь, то делай конкретно, да? Ну, просто зачем ходить? Ну, естественно, пришел с мотивацией, получил эту мотивацию, зарядился, получил знания, стал действовать. Вот, как бы так. Ну, естественно, это все должно быть, ты сам должен к этому готов быть. Просто так поехать, и тебе никто там не будет заливать со шприца в голову, да? То есть, ты должен это начать с сердца. То есть, именно с того момента, что у тебя толчок должен быть здесь. Импульс оттуда пойти. Ну что, и в завершении нашей передачи мы зададим Дельмурату, нашему герою, несколько вопросов. Белик вопрос. Расскажите, Дельмурат, про свою семью. Семья – это кто? Так, ну, семья у меня – это супруга, трое детей, две дочки и сын. Школьники, в саде ходят сын. Супруга, конечно, это та половинка, без которой я не смог бы добиться этого успеха, скажу откровенно. 90% моего успеха в бизнесе – это моя супруга. Это тот мотиватор, который каждый день меня мотивирует на то, что, на что-то новое, что-то такое изменить в жизни, да? Не только в бизнесе, но и в жизни. То есть, она молодец у меня, вообще супер. Она участвует в бизнесе? Участвует в бизнесе, да, непосредственно. Она мой, как сказать, она… Какая ее роль в вашем бизнесе? Роль в бизнесе – она мой консультант. Вау. То есть, если я консультируюсь, она свой взгляд тоже есть. Плюс она ведет, ну, где-то на Инстаграм на данный момент. То есть, она меня снимает, какие-то рельсы, ролики, как бы. Не без ее участия происходит по-любому. Отлично. Вот, вот, как бы, по жизни мы с ней в ногу идем, обучаемся, работаем. То есть, все вместе. Вы живете отдельно от родителей. Родители ваши предприниматели, или же они из какой сферы? Вообще, семья у меня вообще не предпринимательская вообще. То есть, у меня дед, бабушка работали по 30, по 40 лет. Дедушка работал у меня в скамбинате 40 лет, бабушка на Поши, фабрика Поши, всем известная. 30 лет. Отец у меня уже 41 год работает в монтаже, в найме, то есть в строительстве. Я тоже работал в свое время, в той же сфере, но сейчас вот в бизнесе. Поэтому у меня семьи вообще не... Вы первые, кто предпринимательская деятельность, супер, отлично. Что для вас счастье? Счастье для меня это, когда улыбаются мои дети, моя супруга, мои родители. Когда родители счастливы, дети сыты, довольны, супруга тоже улыбается. Вот для меня счастье. Девиз, вот тот, может быть, слоган, который вы используете, да, для себя по жизни. Девиз у меня такой, если я выбрал цель, иди к ней, все. То есть, что бы ни было, кто бы ни был, какие бы рядом окружающие мысли, люди, что бы ни говорили, я никогда не слушаю. Я вот прям как беговая лошадь, на старт, внимание, марш. Все, я бегу. Конечно, точка, да? Да, вот у меня точка, я все, уже не смотрю на какие барьеры. На внешние факторы, которые вам мешают. Возможно, бывают же такие? Да, да, да. Во время пути нам много кто мешает, бывает. Очень много, очень много мешает. Бывает, что прямо перед финишем вот такое ощущение, что вот все, нет. А хотя финиш вот рядом. И вот я всем посоветую, никогда, если вы взяли цели, вы думаете, что вы к этой цели, если вы придете, вы достигаете определенных высот, надо не отказываться от своей цели. Это мечта, за которую надо идти и бороться. Просто так ничего не дается. Вот именно, когда человек прямо заряжен мечтой, он добится успеха. Ну и, конечно же, совет для молодых предпринимателей, для стартап-проектов, которые сейчас подумывают. Ваш совет от вас, от успешного предпринимателя Диму Артем Ресаева? Всем молодым, начинающим. Ну, люди могут начать и в 40 лет, и в 20 лет бизнес как бы. Конечно, чем раньше начать, тем лучше будет, естественно. Но для начала, что скажу, что нужно первое определиться, чем человек хочет заняться. А второе, да, вот направление, поставить цель, ну, идти к этой цели. Не считай никаких расходов. Расходы всегда будут. Просто многие у нас как хотят, да, быстро разбогатеть, но при малых потерях. Такого не бывает. Поэтому выбрал цель, иди к ней, и все. Начни путь, да? Начни делать шаги, да? Начни делать шаги, да. Почуть, почуть, и строится так, как и все наша жизнь, как и дом. Строится от кирпичика к кирпичику. Также и в бизнесе. Я благодарю вас за уделенное время, за то, что вы поделились своим опытом. Благодарю вас. Хочу пожелать искреннего вам процветания, чтобы ваш магазин «Салон дверей Верда» рос, процветал, был одним из достойных примеров бизнеса, общества нашего региона. Большое спасибо. Благодарю. Дорогие телезрители, сегодня мы побывали в гостях у нашего героя, предпринимателя Димурата Мелесаева в салоне «Дверей Верда», который поделился классной историей успеха своего бизнеса, который для вас станет мотивирующим примером. Будьте с нами на телеканале Жамбул ТВ «Бизнес-гид» с Аминой Кайназаром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...